Игорь, добрый день. Здравствуйте. Начиналось все вообще с желания быть космонавтом. Насколько я там сумела прочитать. Потом все-таки мама отвела в музыкальную школу, и вы решили заниматься кларнетом. И тем не менее пришли все равно к саксофону. Это вот как-то ведут вас, мне кажется. Ну, к космонавтам я не помню. Но вообще я иду вместе с космонавтикой, так сказать, вровень. В 61-м году полетел Гагарин в космос. Я сразу за ним, как только он улетел, я сразу пошел за ним. В космос смотрел, смотрел. Как все дети, я бы... У меня отец музыкант, как сказать, музыкант, любитель. Он играл, ну, был такой коллектив гамма-джаз в Петербурге. Он вообще играл с Борисом Потемкиным, композитор, который написал песню «Наш сосед. Как же нам не веселиться, не грустить от разных бед». И потом папа, 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 который сделала знаменитый, популярный сделала Эдита Пьеха. А Борис Потемкин, друг моего отца, они вместе были в художественной самодеятельности, они пели. Потом отец работал на свадьбах вечером. Днем был как инженер там на стройке. А вечером на свадьбе, это были самые любимые мои времена, потому что папа приходил поздно, уроки можно было не делать. Ну, а потом... И отец любил джаз, все время говорил о джазе. Дедушка мой по маминой линии был профессиональным скрипачом. Потом он стал регентом хора. Я ушел в церковь. И поэтому тоже как бы музыка... О музыке были много разговоров, но больше о классической музыке. Как-то возникало слово кларнет. Я немножко... В 7 лет я взял первый уроки на фортепиано. Но в связи с тем, что мы из центра Петербурга, тогда Ленинграда, переехали не в центр, так скажем, то девушка тогда в ко мне приходила, ей стало далеко ездить. А мы еще не забываем. А я думаю, да нет, и нет, и слава богу. Но мама вас это знала. А мама услышала какое-то объявление по музыкальной школе, в которой, значит, дополнительный набор. И в те времена тоже не хватало набора для музыкальной школы. Но мы поехали, да, я прослушался. И мне говорят, вот все, на кларнет. Я хотел на барабан, на самом деле. Папа на барабанах, да? Нет, папа, чтобы играл на кларнет, а я хотел, чтобы играл на кларнет. А я хотел на барабанах, как папа. Но они говорят, у вас есть слух, зачем вам на барабанах? Но в барабаны пошел ваш брат, Олег? А барабаны пошел мой брат, я уже, так сказать, направил, потому что барабанщиков был большой дефицит. Вот мне очень интересно, вот мальчишка, ленинградский, я тоже оттуда, мы с вами земляки. Хоккей и саксофон, хоккей и музыка, скажем так. Причем сначала пошли в музыкальную школу, как учиться играть классическую музыку, естественно. И при этом вот маму, папу там все это не смущало, они не говорили, нет, забрасывай, это все, руки, главное. Ну, главное, голова, на самом деле, руки, да бог с ними. Ну, вообще, конечно, не знаю, как это получилось, но нет. Мама моя вообще меня отпускала в 6 лет одного в бассейн, просто сажала мне, по-моему, в трава, и я ехал минут 20 в бассейн, выходил, шел в бассейн, потом возвращался, садился в трава и ехал обратно. В 6 лет, то есть каких-то не было таких. Ну, тогда, может быть, немножко повзрослее мы были, меньше беспокоились о нас, родители, а может, такие родители у меня, такие гильдяи. Вот, а потом отец мой очень любил хоккей, у него были друзья-хоккеисты из Ленинградского СКА, он обожал спорт. Когда мы ездили летом, когда они играли летом на танцах, допустим, там, под Геленджиком, то там его лучший друг был Алексей Станиславович Жук, это знаменитый тренер по фигурному катанию, который говорил моему отцу, отдай сына, я из него человека сделаю. Ну, слава богу, не отдали. Вот. Так что никакой боязни не было. Кларнет, по-моему, возник чуть ли не одновременно с хоккеем. Но я приходил с клюшкой, с формой, с таким рюкзаком огромным, приходил в музыкальную школу, педагоги все в ужасе. Я говорю, да нормально. А хоккеисты, кстати, восхищались, что я играл немножко на кларнете, когда мы были в спортивном лагере, я там что-то играл, и они там все... Относились к этому очень достаточно лояльно. Никто не видел, что там, эй, ты слабак, мы могли получить... Знаете, что мне интересно? Вот я знаю, что музыкант, тем более такого уровня, как вы, мировые такие талантливые, они, для них профессия, это и хобби, и вообще жизнь, и все на свете. А вот с вами как-то немножечко, вот у вас есть профессия, музыка, и при этом есть хобби хоккей. Вот тут вот правда непонятно. Такое ощущение, что... Вот, ну, как это у вас... И когда вы отдыхаете, вы отдыхаете в спорте, насколько я понимаю. Ну, вы знаете, у нас настолько много времени, просто если его правильно распределить, его столько, еще столько я обездельничаю, что... Да, честное слово, даже обидно. Поэтому времени очень много. И насколько нужно, чтобы там, хорошо играть на инструменте, особенно сейчас, уже после всех лет, так сказать, занятий. Но два часа, это, это как бы, минимум, ну, два часа. Но четыре часа, это просто, ну, это же куда же, куда же еще лучше играть. Нет, я жучу, конечно, нет. Но четыре часа. Четыре часа музыки отдал. Ну, реально четыре часа. Восемь часов хорошо поспать, нормально. Ну, больше, больше не надо. Больше потом ты вялый ходишь. Ты будешь во сне, если спать. Получается двенадцать часов. Еще остается целых двенадцать часов. Ну, ну, ешь ты, допустим, три раза в день, ну, по часу. Ну, получается сколько? Пятнадцать часов. Остается девять часов. Ну, в хоккей, ну, доехать, да, в Москве пробки, доехать до хоккея полчаса. Пограть в хоккей два часа и полчаса обратно. Это четыре часа. Еще сколько времени остается? То есть на какие-то организации, а если все правильно еще поставить, то в принципе не так много времени. Если правильно распределять, потом не каждый день ты играешь в хоккей. Господа, зрители, вы поняли, да? Если у вас проблемы с распределением своего времени, вот, пожалуйста, берите пример с великого сексопониста. Ну, еще можно лучше распределять время. Бывают люди, которые занимаются различными делами, у которых различные интересы, они иногда бывает просто тратят время на ерунду. Можно заниматься 4 часа, можно заниматься 8 часов. Я жил в Нью-Йорке с парнем, который 8 часов занимался. Я его выгнал из квартиры потом. Потому что уже все досталось? Ну, потому что он за 8 часов ничего не научился. Он не выучил ни одно упражнение, ни одно, так сказать, гамма не учил, ни одно произведение. Вот он 2 часа дул на нервах, играл в этот саксофон. И невозможно было ни отдохнуть, ни сконцентрироваться. Потому что когда люди занимаются делом, то видно, что это идет, и такой монотон правильный идет, что люди привыкают к этому. Я хочу сейчас из музыкальной школы уйти уже в музучилище, в котором все было хорошо и замечательно, но вас все-таки выгнали. И я цитирую. Вам сказали, что ты у нас слишком уж увлекающийся. Это что? Это что? Это потому что вы все-таки джазом увлеклись? Или откуда это пришло? Я так увлекся всем, что я даже не помню, что там было. А к чему? Что? Вот музучилище, это же все-таки там. Ну это естественный путь музыканта. Я был, в общем-то, таким разгильдяйским ребенком. Разгильдяйским ребенком где-то не выучил, где-то послал кого-то. Потому что за это меня выгнали, не за мою, так сказать, что-то такое. Это просто за разгильдяйство выгнали, и потом я опять как бы поступил, и еще на какую-то полную там стипендию, да, вот волыбную стипендию там получал. Какие-то там 3 рубля сверху. Ну вообще бунтарь по-натолию, да? Да нет такого, я не могу сказать, что я такой бунтарь. Нет, я никакой не бунтарь. Но какие-то вещи, особенно располагая каким-то чувством вебра, я мог высмеять. И потом где-то мог ничего-нибудь сказать иду. А потом в какой-то момент просто полениться. И вот это, так сказать, на этом контрасте достал педагогов. Но педагоги меня решили, так сказать, проучить. Для Советского Союза вообще такой человек свободолюбивый, это как бы, особенно по тем временам это было. Если они в школе, говорю, меня выгнали за прослушанный голос Израиля, по-моему. А что вы говорите? Да, да, это мне было лет 15, по-моему, или 14-15 лет. Я слушал «Голос Америки», «Голос Свободы», «Радио Свободы» и «Голос Израиля». Понятно. Я не хочу выйти по хронологии, просто в связи с этим расскажите, когда вы работали в оркестре Лундстром, а как вы вдруг решили станцевать? Ну, вы знаете, когда есть, как говорится, гастроли, на каждой гастроли, это мне сказали, я об этом не знал, что когда ты едешь на гастроли, то есть последний концерт в определенном туре, особенно это были мои первые гастроли, и, как бы называется, зеленый концерт, то все решают, значит, решают все делать какие-то хохмы. А что такое зеленый концерт? Это последний концерт на гастрольном туре. Ну, то есть, допустим, вот ты едешь в Восток, в Сахалин, и последний концерт, допустим, в Томске. В Томске начинается зеленый концерт. Я, на самом деле, у меня зеленые концерты были только в «Флосс Трэл», один раз зеленый концерт. И еще пару зеленых концертов, когда мы с Ларисой Александровной Долиной выступаем, она любит это. Я это не люблю, потому что это... Ну, это полная импровизация уже. Это может быть все, что угодно. Это может быть импровизация, это может быть подготовленное, это такое веселое, это можно удивлять. Для Ларисы Александровны, так как она все время об этом говорила, мы решили ей над ней, так сказать, немножко пошутить, поиздеваться, в хорошем смысле. Мы играли какую-то знакомую ей композицию, но мы все время съедали одну долю. Она как будто хромает. Ларис Александровна, вообще, она спела, как будто так оно и было. Но мы думали, что она разберется, вылетит, мы там ее подхватим, говорит, что-то сделаем хорошее. Но все нормально. Потом кто-то там со шваброй выходил. Ну, это было много смешных моментов, именно с Дольной. Публика не совсем понимает, поэтому тут тоже важный момент для нас, не переборщить с этим. А с Лустройом получилось так, что, ну, зеленый концерт, что может придумать молодой, юный саксифонист, двести однолетний, последний, зеленый, и все говорят, будет такой последний концерт, надо что-то придумать. Что может придумать? И так получилось еще обстоятельство, что к нам зашел, когда мы в доме занимались, зашел человек, ему понравилось, как мы играем, и нам дал бутылку коньяка. Потом мы выпили бутылку коньяка, он принес еще одну бутылку югославского коньяка, это был 1983 год. Вы понимаете, как мы относимся к людям, которые приносят, даешь нам бесплатный югославский коньяк, ну, это родной человек. Ну, конечно, да. Причем я не такой пьющий, на самом деле, как это может показаться, из моих слов, но это было настолько как бы приятно, югославский коньяк, не армянский, не грузинский, не молдавский, не китлярский. Какой там просто, это было выше, чем любой там Хеннесси коньяк. И мы выпили, конечно, я пришел, я первый день вообще играть не мог. Олег Александрович красный стоял, все, мне что-то подбодрило меня. А потом уже Ирвотева пела рок-н-ролл. И как-то все немножко все-таки вялые сидят, а я такой, как бы уже немножко отходивший от глаголинского опьянения. Меня прям вдохновило, я взял такая шапка, вот у инструментового оркестра есть такие, в которых они играют тромбоны и трубы, чтобы потише играть, но они называются хэт, это просто действительно раньше музыканты играли с такими шляпами. Я взял эту белую шляпу с такими красными полями, и вообще станцевал. Олег Александрович был сначала в шоке. То есть он стоял, как вообще не мог понять, что происходит. Ну Ира, конечно, сыграла, я там все, изобразил из себя Майкла Джексона вместе с Андреем Мироновым. Прыгнул на колено, все встал, все довольны, оркестр лежит, зал в восторге. Ну неожиданно все играли джазы программы, все серьезно, там тот, тот, Ира спел, там вдруг, и вдруг такой, понимаешь ли, такой вот оглушительный успех. Ну и все. Это как бы прошло, но это был один раз. Потом у нас были концепты с Машиной Времени, с Андреем Макалиной. И там дело в том, что оркестры устроены давали в нагрузку группе Машиной Времени. Да, но они были в Росконцерте, Машина Времени Советского Союза не имела права на сольный концерт. Понятно. Ну непонятно почему. Ну скорее всего, кормить-то надо нас тоже, наш социализм. Ну да, да. Не можешь один, Андрей Макаревич все время все есть. Да, да. Музыканты джаза тоже хотят поесть. Поэтому в нагрузку давали Макаревичу, там в оркестр, лунстер, и там еще. И мы играли в стадионы огромные. И вот на таком стадионе мы как-то один концерт играли, второй. Ну публика, джаза Макаревича, Андрея Вадимовича, они выросли на нем. Ну да. Ну и чувствую, что мы играем и публика нас не принимает. Когда они подходят, Игорь, вы не могли бы вот с Ирочкой станцевать, вот вас так попробовать, а то совсем, говорит, мертвая это публика. Я говорю, Игорь, я не сделаю. Ну и вот так, вот эти концерты такие, иногда я выходил и танцевал, и публика действительно оживала. И как-то это было, в общем-то, весело. Ну танец был написан, это было чисто вдохновение, никакого не постановки. Иногда мы это делали. И все веселились. Классно. Но вы сейчас, вот в последние годы, вы уже не экспериментируете, или все-таки иногда может снести крышу, и можно... Ну мы... Ну конечно может, но сейчас я уже как бы в статусе руководителя оркестра я уже могу делать все, что хочу. Поэтому... Ну так как у меня, так сказать, мальчиша-то еще осталась, или какой-то... Когда хорошо играем, когда мы веселимся, у нас сейчас было... Мы только что были в Челябинске, мы делали фестиваль, который назвали музыкальный юмор. Ну музыкальный юмор, джаз и юмор. Но для того, чтобы не уделяться в клоунаду, мы вот постарались сделать это со вкусом, но чтобы люди улыбались. Чтобы не просто мы играли серьезные программы, чтобы люди улыбались. Был Олег с нами же, который там делал попури, где народ лежал от хохота. Просто то, как он пел, что он играл. Мы тоже подготовили какую-то программу, чуть-чуть посмеялись, чуть-чуть делали какую-то пантомиму. И там есть момент, когда я делал какой-то прыжок, какой я еще делал, когда я еще делал, когда я катался на льду. Ой, ну вот вы меня сами подвели к этой теме. Я думаю, что вам уже надоело, вас все об этом спрашивают. Но это в самом деле было удивительно, потому что все говорят о том, что джаз – это такая нишевая музыка, это на любителя музыка, это на какого-то там особого зрителя. А что после того, что вы вышли со звездами на лед, вас узнали домохозяйки, как писали в газете. Но при этом вам это было зачем надо? Вот все то же самое, вот мальчишество. Ну это тоже. Я на самом деле даже сам не могу понять. Честно говоря, была достаточно странная такая история, если взять ее, рассказать, как она-то как все начиналась, то я познакомился с Ильей Авербухом в 2004 году на Олимпиаде в Афина. Илья уже был серебряным призером Олимпийских игр, я его знал, но тогда он был, помогал Михаилу Куснировичу, главе БОСКО, которая одевает сейчас российских спортсменов, он помогал там по каким-то вопросам, по связям с олимпийцами в Афинах. И мы там познакомились с Ильей Авербухом, подружились. Замечательный, интеллигентный, юридский человек. Он для нас вообще это самое главное в нашей дружбе. Поэтому мы с ним общались. И вот просто дружили, все, больше ничего. Потом в Турине, когда мы уже через два года опять были вместе с командой БОСКО, там был каток в Турине. И на катке мы играли в хоккей. У меня были с собой коньки, я знал, что мы будем играть какая-то форма. И мы там играли наверху. Там был прям на крыше был каток. Потому что я предъявил, что был каток. И мы там играли, играли. И Илья впервые увидел, как я катаюсь. Потом ко мне подошли, позвонили люди с телеканала России. И говорят, вот у нас намечается такое танцы на льду, танцы со звездами. Не хотели бы пойти в части. Я говорю, ну, они говорят, у вас много времени не заняты, вот это там покатать. Я говорю, ну, ладно. Так согласился, но думаешь, думаешь, что и может быть, за то, что у меня такое сложное расписание, то они не смогут меня зацепить на это дело. Ну, точно, они будут звонить, я скажу, ну, я не могу так, не могу так. То есть в надежде на то, что все-таки не... Ну, мне на самом деле так сказать лень, понимаете, заниматься, куда-то ездить, что-то кататься. Я даже не представлял, насколько это будет трудно. Ну, конечно. Я даже не ожидал. Но потом, значит, был какой-то концерт в Кремле проходил, и идет Константин Лович Энс, идет, подходит ко мне и говорит, ты должен быть у нас, значит, кататься у нас на коньках, на Первом канале. Я говорю, ну, хорошо. Я говорю, так я уже согласился, потому что мы подходили. Он говорит, тебе кто-то подходил? Я говорю, ну, вроде да. Ну, не важно. Ты у нас, да. Потом, оказывается, ко мне подходила Россия. Это Россия. Первая, это Первая. И на Первом был Илья. Илья мне звонит, говорит, ты должен быть на Первом. Ну, мне никакого не предвзято мнения ни по Полу-Перву, ни по России. Но если из России ко мне подошли люди, которых я не знаю, то здесь мои друзья, и я так никакого слова ничего не давал, не подошли, я даже сам не знал. Я, так сказать, дал согласие выступить на Первом канале у Илюши. И все. Я думал, что все. И потом, я тоже надеюсь, что они из-за моего расписания от меня отойдут. И именно дальше, я их там кидаю постоянно, не приехал, не могу, не могу. Но они очень настойчивые. Дали коньки фигурные. Мы стали кататься. Марат Башаров, я, мы катались на маленьком каточке в этом парке Гурьково. Неудобные, конечно, коньки были еще неудобные. Вообще, в этом, на этом проекте у меня были очень, не очень удобные коньки. И так мы не подобрали меня нормально. Чуть-чуть они были. Первые были ужасные, потому что у меня ноги болели. А вторые, чуть-чуть деликоватые тоже. Но времени еще не так много было. Но я не ожидал эффекта вот такого, который был с точки зрения. Потому что я туда шел, абсолютно не надеясь ни на какой. Я думал, покатаюсь, я шел на соревнованиях. Просто покататься, попросили, что-то, первый канал, когда это неудобно. Илюша, Константин Львович, Михаил Куснирович тоже там, так сказать, предпоставляют какую-то свою. В общем, все подружные. Стал кататься, мы после этого стали узнавать. Но вам самому это было в кайф или это было тяжело? Мне было в кайф, но очень тяжело было. Ну, во-первых, это нагрузки. Нагрузки физические, потом же все это надо запомнить. Потом все это надо запомнить, куда ехать. Поэтому я там Костомара спрашивал, чего делать надо, какие мысли. Он говорит, голову, память тренируй. В общем, там было много эпизодов. А для джазового музыканта, который привык, импровизировать очень тяжело, все-таки запомните. Ну, конечно, надо туда ехать, сюда. Надо поимпровизировать. Тебе нельзя импровизировать. Когда я импровизировал, получалось только хуже. Есть несколько эпизодов, где я тут проявил вдохновение. Вот не надо. Я не говорил, не проявляй. Я проявил, и не надо было. Но вы же потом пошли еще и на второй проект, уже на Ледниковый период. Это уже было сознательно, если тут там, ну, ладно, друзей не подошли. Ну, тоже Илья позовел, говорит, давай пока там. Ну, нет, но дело в том, что удовольствие было огромное, а потом, когда ты все это сделаешь, физическая, так сказать, форма хорошая, ну, девушку поднимать, потом девушка хорошая. Однажды я даже ее поцеловал, когда поднимал, не выдержал. Шутку, конечно. Ну, вот поэтому как бы сообщение с ребятами. И тяжело, дайдуешь, тяжело, но не хочу, но пойду. Ну, и, конечно, какое-то, опять же, продолжение уже, уже сознательно понятно, что это даст какой-то, так сказать, тоже импульс, хороший, но не такой уже, конечно, первая была бомба, а вторая была уже. Ну, вы абсолютно не шли туда за славой. Вы просто, для вас это было... Ну, первый раз точно нет. Второй раз я понимал великую силу, так сказать, телевидения, уже понял именно вот это. Причем, если бы я, может быть, столько же показывался на телевидении и играл бы на саксофоне, не было бы такой реакции, потому что такой реакции на... То есть, такой популярности, может быть, не было. Но играет человек на саксофоне, ну, и хорошо. А здесь абсолютно показана другая сторона меня как человека, и все думают, что джазы музыканты и классические музыканты это такие вот упыри, которые только упираются, занимаются, для них ничего больше не существует. А здесь я мог упасть, я здесь мог выглядеть как, ну, не самый там, ну, как-то корявый там, не знаю, ну, то есть, смеяться над своими какими-то недостатками, проблемами, выставил себя как бы на показ вот в таком деле. И это как бы тоже могло изменить отношения. Что же, ну, может, он просто немножко более человечный образ появился. Поэтому я об этом даже не думал, когда первый раз шел. но я понимаю, почему это, как это получилось. А вот триумф, конечно, и вершина, и кульминация всего этого, когда вы уже с саксофоном вышли на лед и катались. Это, конечно, было уже, это круто. Первый раз, первый раз, Татьяна Анатольевна сказала, Тарасова, вот если бы вышли с саксофоном, я бы тогда вообще вам поставил шестерку. Я вышел с саксофоном, она мне поставила еще ниже оценку. Плохо, я жду, я жду сейчас ее, как змею, да? Да, 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 да. А сам танец не получился, и было мало времени. Реально было, некоторые эпизоды, некоторые танцы, мы вот, я записывал, вот мы, вот его Илюша или там Саша Жулин ставили, мы это, вот, допустим, там тренировка, мы ее как бы сварганили, потом, еще ничего не понимая, мы на мой, на мой телефон сняли, прокатались, да, все, мы сняли, вот тут у меня телефон, в этот же день, в этот день, когда, а потому что в другой день не было, я улетаю в Америку, у меня гастроли неделю, а в этот день я ставлю два танца с утра, вот с Жулиным и с Авербухом, когда второй был, второй Ледниковый период. Прилетаю в Нью-Йорк, там октябрь месяц, там уже залит каток в Центральном парке, в Центральном парке я с телефоном, и то мне запрещают, там, я это все повторяю, езжу, 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 как только он видит у меня телефон, приезжает, ну, секируйте, нельзя, с телефоном нельзя, и я ему говорю, вот, посмотри, езжу, ну, бесполезно, я убираю, то есть, я отъезжаю с катка, сажусь, смотрю, убираю, катаюсь, это сюда, там, потом, опять, значит, покатался, все раз, посмотрел, опять, и вот так, каждый день я ходил, но без партнерши, без всего, практически без музыки, да, да, пролетаю в Москву, и два танца танцую, да, круто, и это все съемки снимаются, два танца, специально для меня, потому что, потом уже я должен опять уехать, круто, вот, это были вот такие моменты, но это незабываемо, конечно, фрагменты жизни, совершенно, но зато оценки во втором длинниковом периоде, потому что я уже, как бы, немножко осворился больше, чуть-чуть серьезнее, лучше коньки взял, вот, так сказать, чисто, чисто по, по катанию было чуть-чуть легче, но первое было очень соревновательное, если бы я не упал, там, в одном месте, то, победил бы, ну, не победил бы, конечно, нет, я бы Марату, наверное, Башарова проиграл, но, но в тройку бы вошли, как кого-то бы мы обогнали, там, с кем-то мы стояли, с Гусев, с Костомаром, как я вчера встретил. Поскольку вы вспомнили Америку, я все-таки хочу еще, вот, про период вашей жизни в Америке, вы решили поехать в Америку, почему, потому что вы поняли, что вот, в Советском Союзе уже, как бы, все понятно, а там есть возможность, или... Советском Союзе мне было очень давно понятно, но папа, но папа, папа боялся уехать, папа у нас, еврейский человек, не хотел уехать в Америку, вообще не хотел уезжать из Советского Союза, немножко боялся. Все друзья, очень многие уехали в Израиль, в Америку, ее близкие друзья, и мои близкие друзья, но он не хотел. Поэтому я хотел, я очень хотел, я хотел уехать до 2015. Вы ведь гражданин Америки, да? У вас двойного гражданства. Да, да. И я где-то читала, слышала, что вы там какое-то время играли просто в гостинице «Мариотт», в лаунч «Барри». Ну, это неплохая работа, это не просто так было. За доллар? Не, не за доллар. Нет, я где-то играл, но где-то я играл за небольшие деньги, и даже один раз мы играли в Нью-Йорке за еду вегетарианскую. Было очень. Потом, конечно, потом я еле добежал. Еле донес. Нет, нет, были разные моменты. Первая моя работа была, по-моему, долларов за 400, я играл на открытии рыбного ресторана. Там я впервые, это было на Кейп-Коде, это было недалеко от Босна, там я впервые увидел устрицы, не по телевизору, всякие там амары, и я все это попробовал. Было очень счастливо. И была первая работа, которую сделал мне менеджер Пат Мэттени. Пат Мэттени. И вот я играл один на открытии ресторана. А вы ведь сейчас, вот уже будучи сейчас, и с тем опытом, который есть, вы можете сравнить разницу, есть ли она вообще обучение? Вы ведь учились уже там, в Америке, в колледже музыкальном. Ну, конечно, есть. До сих пор есть разница. В колледже по-русски, да. Да, не в колледже, в колледже, где угодно. Я учился и в колледже, и в колледже. Сейчас это огромная, ну, не то, что огромная разница, но большая разница. Еще вот в образовании, особенно в джазе. Все-таки традиции, развитие, конечно, другое. И сейчас, при том, что в России появились очень много талантливых людей, как Олег Акуратов и молодые музыканты, которые играют у меня в оркестре, не только у меня, то молодежь растет хорошая. Но вот реального такого образования, больше самообразования, так же, как и я, так же, как и мои педагоги, Гераль Гольштейн, Галащокин и тот же Лустрем. Все джазом образовывались сами. Имея, конечно, хороший, так сказать, фундамент академический, но все-таки нет такого джаза образования, как в Америке. Мы, так сказать, и даже в Израиле. В Израиле образование лучше российского, в целом, по системе. Ну, в России, так сказать, много людей, действительно есть талантливые люди, но вот такая система. Наши коллеги из Израиля приезжают, нам в Ростов-на-Дону, вот они много приезжают, наступают, и на конкурсы приезжают, и уровень очень-очень-очень сильный. Ну, мы знаем, много джазистов израильских, таких крупных на сегодняшний момент, и многие из них мои друзья. Вот. Вот это, конечно, большая разница в подходе, в системе. Ну, над этим надо работать еще, как вот мы над этим работаем, и я надеюсь, что это все поправится. Я слышала, что там один из этапов образования, я просто немножко разбираюсь в джазе, мой папа играл в сейшен с Голощекиным в свое время. И я знаю, что в Америке там тебе говорят, ну вот сыграй в стиле там этого, или в стиле этого, вот во время обучения, что вот таким образом изучаются какие-то музыкальные стили, музыкальные ритмы. Да? А в России этого нет, или в Советском Союзе, или еще где-то. Это было? Нет, а в Америке как раз так не скажет. Игра в стиле в этом, или в стиле этом. Как раз там наоборот. В период обучения, наверное. В период обучения, да. В период обучения ты будешь изучать стили, но тебе не будут, но тебе не будут, нет, вот это и да, как бы и да, и нет. Вот, допустим, мы изучаем композицию музыкальную. И музыкальную композицию, допустим, современного джаза. И начинаем с ее, так сказать, истоков. Допустим, ну там, первые истоки современного джаза начинаются со стилем бибоб, где играл Теонниус Монг, Чарли Паркер, там, Дизи Гилет, Майлз Дэвис, в начале Бат Паула. И мы это изучаем их композиции. И когда мы изучаем их композиции, после этого, вот, ну, показаны характерные специфика, так сказать, сколько тактов там, какие там гармонии, идет такая специфика. Он говорит, будьте добры, принесите в этом стиле, не в стиле музыканта. Они могут сказать, чтобы это был и немножко, может быть, Бат Паула в любом. Ну, вот в стиле, который мы сейчас проходим, напишите композицию. Основываясь на тех, так сказать, шаблонах, на тех, так сказать, правилах, о которых мы сейчас сказали. Мелодические, гармонические, вот мы делаем. Или делают у студентов. Потом изучают следующий период, другой, и так далее, и так далее. Вам это много дало, вот для сегодняшнего Готмана? Ну, дало очень много. Но, в первую очередь, дало то, что, в отличие от российской школы, в России ни разу они тебе не говорят, напишите какую-то композицию. Тебя не совсем стимулировано твое творчество самодеятельное во время обучения. Ты научись, ты не то, что не будь сам собой, а ты просто иди и изучай. как бы теоретик больше. Ну да, а здесь больше практики. Здесь действительно, иногда тебе дают задание, напиши вальс. и ты, и тебе надо это сделать задание. И вот тебе, не потому что тебе нужно на концерте сыграть, или у тебя вдохновение, а тебе нужно написать, как Шостакович, знаете, Шостакович такую историю мне рассказал. Шостакович, какой студент ему, голубчик, вы когда напишете симфонию? Он говорит, Дмитрий Дмитриевич, вот никак не могу написать главную партию, никак не могу сочинение, так ты не откроенил. Он говорит, дружок, не надо ждать партии, садитесь и пишите симфонию. Все, это значит, надо сесть, это работа и вдохновение во время работы. А не то, что сейчас придешь и тебе па-ба-ба-ба. Я все записал. Поэтому здесь это персональная работа. С утра встал и начал работать. А здесь тебе надо, то есть, если ты не напишешь композицию, тебе поставят двойку, у тебя выйдет. Тем более, что если ты еще платишь деньги за это или там еще, или там вредили. Ну, а вот про то, что джаз все-таки музыка черных, я помню там всякие рассуждения по поводу того, что ну, вот афроамериканцы, которые больше в джазе, что это все потому, что мама там в детстве колыбельную пела спиричейлс. А мы выросли на каких-то коленках. Мы выросли на песнях Андрея Вадимовича что есть какие-то вот такие генетические вещи или то, что называется с молоком матери или вот что-то такое, что вот оно. Я думаю, что, конечно, это все есть. Это у каждого народа есть свое молоко и своей матери. Есть любение мать. Вот, значит, поэтому мне сложно сказать, я не афроамериканец. Да. Заметно. Даже не африканец. И очень бы не хотелось для меня самого какие-то стать штампы. знаете, афроамериканцы умеют играть джаз, они с молоком матери. Но наши коллеги некоторые в Африке просто африканцы, они совсем не умеют играть джаз. При том, что у них есть молоко от мамы. То есть, может быть, тут все вместе. Конечно, есть своеобразная генетика. Некоторые, допустим, народы, некоторые народы России не могут пить. У них нет гена расщепляющего алкоголя. А пить-то хочется. Да, это правда. Понимаете, честно, это сложно сказать. Вот играют баскетболисты белые, играют баскетболисты чернокожие. У некоторых, все думают, иногда и белые живут, испанцы выиграли у американцев, которые в основном афроамериканцы. Поэтому человеческие возможности неограничены. Есть своя специфика, но сказать, что на 100% может афроамериканский музыкант быть лучше или наоборот еврейский музыкант лучше, чем вообще все вместе взятые. Потому что у нас есть примеры и музыкантов других национальностей. И тот же Моцарт, и тот же Бах, и тот же там, не знаю, и Ангар Барак, или тот же какой-нибудь там, я не знаю, русский музыкант Олег Акуратов. Он вообще не блондинец и блондин. Поэтому здесь, во-первых, талант, огромная работа. И своя специфика есть, но она к счастью, мы должны от этих границ, немножко наоборот, как люди более цивизионные поняли, что мы сами задаем вектор, да, вот афроамериканцы это два, и это в Европе есть такое, вот в Европе есть такое, вот допустим, нам получить какое-то приглашение в Европу, нашему оркестру, или моему играющему, вот именно определенную музыку сложнее, потому что есть своего рода мнение, что из России должны идти люди, которые играют такой вот клише, да, что они должны играть такой авангард, который в Советском Союзе был таким, музыкой совсем протеста, потому что когда играешь американскую музыку по советскому режиму, это, конечно, протест, но здесь уже протесты против американской, против советского, против этого, и вот это, это было на неплохом уровне, по сравнению, допустим, с другим, и это вот так и осталось, что это должно быть такое, и поэтому, и вообще Европа в этом плане развивается, поэтому им Американский джаз нужен из Америки, они любят американцев, но лучше из Америки, даже не из Израиля. А Клизмера уже из Израиля везет. А Клизмер уже из Израиля. А русские должны приехать с балаечкой, рахманинов там, потихонечку. Или наголо одеть ведро с прорезями, как в фильме Невский, Александр Невский. Ну и матрешек с собой не забывай. Но опять же, для того, чтобы это преодолеть, это восприятие любой страны, конечно, должно быть все на высочайшем уровне, чтобы не отличали ни от афроамериканцев, ни от кого, чтобы это было видно, что это мастерство, что это талант, что это полная отдача. Тогда это все надо преодолевать. Вы на канале Культура, было время, вы ввели программу джазофрения. Джазофрения была. Откуда джазофрения? Откуда это вообще пришло название? Ну, название пришло от моих ребят, которые меня пригласили быть ведущим. Очень симпатичный был такой Сергей Шестаков. И он придумал это название. Но это название, что такое шизофрения? Ну, это мы узнаем всегда, понимаете? Ну, это человек поведенный, как бы... Нет, а как перевести? Ну, это, это, я думаю, что это какая-то тема, какая-то идея, какая-то мания, да, с которой человек... Нет, но есть шизофрения, это переводится. То есть френус – это душа. А, понятно. А шиза – это больная. Понятно. Больная душа. Спасибо, да. А джазофрения – это джазовая душа. Вот все очень, все очень достаточно просто и банально. Многие, вот, допустим, Алексей Семенович Козлов, замечательный наш саксофронист, и мой близкий друг, он какое-то время возмущался. Как так? Да, да, да. Что такое джазофрения, шизофрения? Мы там за джаз, там, понимаешь, на амбразуры лезли. А вы тут джазофрения? Я позвоню, Алексей Семенович. Джазофрения – это джазовая душа. Замечательно. Он говорит, все понял. Замечательно. Вот, так что получилась такая джазофрения. Была передача 7 лет, но она была, шла ночью. Передача имела особое, какую-то особую, но, конечно, благодаря мне, она имела, конечно, больше связанность с джазом. Но, как все бывает в этой жизни, есть же редакции музыкальные на канале «Культура», а есть редакции специальных программ. Вот мы находились в редакции специальных программ. Поэтому к архиву музыкальной редакции у нас не было подхода. Но мы делали свои, снимали концерты, много снимали, показывали. Единственное, что это было немножко поздновато. Вот, опять же, 7 лет на телевидении, никто тебя не знает. Два раза поедутся на коньках, весь мир уже у твоих ног. Вот она, сила телевидения. Силы. Первого канала и прайм тайма. Но, кстати, мы на первом канале, мы сейчас выложили в Facebook, выложили какие-то люди, концерт, который был у нас на первом канале в 1985 году с Николаем Левиновским, выложили в Facebook. Потом, еще не выложено, я уверен, что скоро выложено, у нас был концерт в 1995 году, 30 апреля, у нас был концерт, который, а 30 апреля теперь, вот 5 лет назад, сделали «Днем джаза». И на первом канале у нас был мой первый фестиваль «Триумф джаза». Триумф джаза тоже снимали и показывали на первом канале благодаря Игорю Шабдурасулову, который тогда возглавлял фонд «Триумф джаза» Борис Борис Борисовский тогда был. Ну, один из владельцев еще был, ну, жив, еще немножко, так сказать, было у него койкие возможности, поэтому на первом канале показали фестиваль «Триумф джаза». Но это был 2000-й год. Я вам хочу сказать, что наш канал «Айленд» начал свое вещание от джазового фестиваля «Леонида Пташки». Вот видите, как хорошо. Мы любим. Ну, видите, правильно. Я хочу про ваши эксперименты. Я знаю, что у вас Образцова, Елена Образцова, оперная певица, она у вас пела джаз. Это мы ей играли джаз, она нас пригласила. Она его пела. Она его пела. Она была женщиной увлекающейся, была женщиной очень веселой. Она была замечательным человеком. И она, у нас были гастроли в Нью-Йорке, она пришла к нам в клуб, у нее тоже, по-моему, были выступления. Она пришла к нам в клуб послушать, как мы играем, потому что у нее появилась навязчивая идея спеть джаз. Она полюбила Нину Симон, певицу. И она купила Джона Колтрена диски. Она вообще покупала диски, основываясь на внешнем виде, не самого диска, а внешнем виде исполнителя. То есть, как он выглядит, она физиномист. Хорошо, она мой диск не взяла. Она там увидела Колтрейн и купила. И вот в этом, в каком-то солидном возрасте у нее появилась любовь к джазу. Она стала увлекаться. И слава богу, что мы были в этот момент в Нью-Йорке. Она пришла, послушала, ей все понравилось. Мы решили сделать программу. Мы были у нее дома, репетировали. Очень весело, очень гостеприимно. Какие-то вещи у нас получали сразу, какие-то не сразу получались. И в одной вещи мы придумали такое. Не получалось у нас самартайм. Не получалось. По каким-то причинам никак не могли найти ритм. И я сказал, Елена Васильевна, давайте сделаем так. Вы пойте свое. А мы свое. Будем играть в этот момент. И это будет просто так вот. Ну, такая у нас будет, допустим, идея. Вот такая у нас будет наша, так называемая, ноу-хау. Мы сыграем. Она говорит, как же я поймаю. Вы не будете, мы вас поймаем. Вы, говорит, пойте, как вам хочется. Как вы поете сейчас. Только мы не будем пытаться вас поймать. А мы будем рядом с вами. Такая будет канала. Потому что ваш голос замечательный. Вот это все, это все уже дает. Самартайм. Она уже самартайм в Африке. Ну да. Хотя написал ее белый еврей. На секундочку. Джош Геша. А его брат тоже белый еврей. Написал слова. Ну да. А полиция афроамериканцев. Да. Ну вот. Ну, короче говоря. Зацепила вас эта тема очень. Она меня цепляет давно. Потому что это нас наставит. Хорошо меня это наставит на мир. А есть такие, которые агрессивны. А есть, которые агрессивны на стороне. И за, и против. И за всех сторон. Я не хотела провоцировать. Мне просто было интересно. Я хочу, чтобы это стало меньше. Не ваше вопросе, проблема. А проблема как раз ситуации. Как ее изменить. Как сделать. Чтобы все поняли, что талант, он серого цвета вот там. А это уже, так сказать, так это мешает жить не только мне. Это мешает жить. И там уже моему другу Уинтону Марсальсу, который говорит все время об расизме. Вот до сих пор расизме в Америке. Насколько это мешает ему, афроамериканцу, великому музыканту, как ему это мешает. Надо преодолевать некоторые вещи, некоторые стереотипы, вот это слово хотел сказать. Некоторые стереотипы в отношении всех. Если ты вот афроамериканец, африканец, значит у тебя твое место вот там. А если ты вот этот, то у тебя место здесь. Ну да. И это очень сложно. А ты достойно, хочешь сидеть вот не здесь, а в другой. И вот Образцова поет самотайм. Вот Образцова поет самотайм в Доме музыки. Это очень, конечно, замечательно. И мы сыграли всю публику в восторге, все хорошо. И мы читаем рецензию в газете «Коммерсант». Замечательный журналист Борис Барабанов описал этот эпизод, как мы играем. Он сказал, что такое было ощущение, что на кухне стоят два радио. И муж слушает одно радио, а жена другое. И из этих двух радио идет музыка. Я просто когда читал, я просто лег. Я позвонил Борису, я такой ревью не читал. Я видела, что она где-то в интервью сказала, что они мне все время говорят, считайте, считайте. А я говорю, вы считаете, а у нас мотивчик. Да, вот так мы к этому и пришли. Вот это было самотайм. Но другие композиции звучали гораздо, так сказать, более традиционно и хорошо. Но главное было, многие академические музыканты, когда у них непривычно нет нот или что-то надо где-то, они боятся. Они на самом деле все великолепно могут, просто они не привыкли к этому. Не надо сказать, что они вот так... Ну да, импровизировать это же... Они говорят, ну импровизация... Там Павел Леонидович Коган, вот он все, мы не знаем, что такое импровизация. Я говорю, Павел Леонидович, не бойся, мы тебе все покажем, мы тебе все направим. Он говорит, ну как вы понимаете? Я говорю, ну мы наша профессия. Ну как мы понимаем? Ну если человек вот отбивает отбивным молоком, он знает, ты не знаешь, а он знает, он всю жизнь. У нас то же самое. В этом ничего такого сложного нет, просто вы не бойтесь. Вот, поэтому... У вас был еще один очень интересный эксперимент, на ваш взгляд, с Казаковым. Михаил Михайлович. Да. Пьеса для голоса и саксофона. Это было по Бродского. Бродского, да он чем-то? Да, было. Это, я слышала, это было... Мы, кстати, к сожалению, не приехали в Израильский спектакль. Да. Это тоже, откуда пришла такая идея? То есть вот, он прекрасный чтец, так как он читал Бродского, я не знаю, кто еще читает. Никто не читает. И вы очень точно, очень ненавязчиво, вот это такое удивительное было соединение. Ну, все лавры надо отдать Михаил Михайловичу, его режиссерскому таланту и, конечно, таланту актера, чтеца и все остальное. У него был до этого проект, такой же спектакль он делал с Алексеем Семеновичем Козловым. Потом Козлов не смог где-то путешествовать, какие-то были, какие-то у них получались конфликты, но не человеческие, а конфликты временные. То Михаил Михайлович решил сделать это, так сказать, найти еще музыканта, с которым можно это делать. И по совету, по-моему, даже самого Козлова, он позвонил мне и меня пригласил. Единственное, что мы сделали другую музыку, потому что там была музыка Козлова, здесь мы решили сделать чуть классику и чуть джазы, без оригинальной музыки. И все, мы начали выступать, у нас первые гастроли были в Америке, было очень хорошо потом. Но на самом деле, сами репетиции были достаточно изнурительные. Михаил Михайлович, у него все-таки задача сложнее, ему было важнее, так сказать, репетиции. Нет, я стою играть, делаю то, что я играю. И импровизирую. Да, импровизирую. Ну, ему, так сказать, надо было. Но были сложные репетиции, он очень эмоциональный рассказывал, все так показывал. Я думал, все, я умру с ним. Я уже все понял, выдавайте репетицию. Нет, у меня все в образ меня вводило. Вот. А я думал, что это будет такой кошмар продолжаться, всю нашу творческую деятельность. Ну, как только мы сыграли спектакль, все, мы больше не делали никаких репетиций. Все было нормально. Мы встречались за час до концерта. Здравствуйте, здрасте. Все, раз, и вперед. А потом Михаил Михайлович предложил мне написать музыку, несколько песен и композиции для его спектакля, с которым мы в Израиль приезжали. Мы приезжали как раз с Владимиром Стекловым, с Юлией Рудбергом и Анатолием Лобоцким. Это был играем Стринберг. Играем Стринберг Блюз. И вот там, как раз в Израиле был, один замечательный прошел спектакль. Один из спектаклей прошел просто выдающийся. Все были хорошие, а на нем был выдающийся. Я прям, как сейчас помню, мы здесь гуляли, ходили все вместе. А скажите, для вас вообще выход на сцену, вот я сейчас, вот вы о спектакле, я сейчас возвращаюсь уже к вашей основной деятельности, все-таки играть джаз. Это же диалог со зрителем, со слушателем, с залом. Вы импровизируете в программе? Или у вас есть четкая какая-то штука? Вот мы играем это, это, это. Потому что у меня такое ощущение, что Бутман долг обязан импровизировать в жизни, на сцене и везде. Есть это или нет? Вы чувствуете же зрителя, что он слышит, как он воспринимает, как он... Ну, конечно. Конечно, у нас есть композиция, которую мы специально готовим концерт. Он у нас большой репертуар, поэтому мы можем что-то поменять, в зависимости от того, как воспринимает зритель, что он ждет от нас. Мы не идем в угоду зрителю, но нам надо... Это действительно должен быть диалог, это не просто монолог музыкантов, которые сыграли, типа, вот вам, получили, все, идите домой. Получили, заплатили деньги, получили, посмотрели на Бутман, все, идите. Нет, такого нет. Потому что нам хочется обратную реакцию, нам хочется хороших обыденностей, расторженных взглядов. Иногда, мало ли, что у человека было, до того, как он пришел в концертный зал, может, у него там, не знаю, колесо лопнуло, там, или там, не знаю, там. Он встретил любимого человека, а на концерт пришел не с любимым. Понимаете, надо как-то его... Поэтому он весь в своих других мыслях, вот от этих мыслей надо отказать, настроить. Ну и поэтому, вы все-таки, знаете, когда выступает, допустим, у них не эта рок-группа, у них не даром есть разогрев выступать. Люди разогреваются, они служат, входят в этот ритм. Здесь нет, ты выходишь, все. Вот Бутман вышел, или кто-нибудь другой. Ну давай, удивляй, ну давай, удивляй, ну что ты там сверху. А вот это, ну это я знаю, а вот это, ну это я тоже. О, а это я не знаю. Это как его довести до этого состояния, как его вовлечь в свой мир. Поэтому, конечно, мы смотрим. Иногда можно, иногда легче все составить, конечно, программу и исследовать. Ну, бывает, конечно, моменты, что ты их, что ты меняешь. Потом музыканты, бывает, кто-то друг. У кого-то есть вдохновение, у кого-то нет вдохновения друг. Бывает такое, и у тебя самого. Поэтому здесь тоже, как тренер в хорошей команде, даешь больше, так сказать, выдвигаешь, выдвигаешь кого-то на передний план, там, не знаю, там, контрабасиста, пианиста. В оркестре легче, там, больше солистов, а так вот, к партетам, и этому даже больше. Здесь чувствуешь, что играешь быстрые вещи, не забираешь зрителей, то ли громко, то ли быстро, то ли не успевать. Играешь более медленные вещи. Сможешь это, один сыграешь, вдвоем сыграешь, дуэт, немножко изменишь звучание. Кому-то дашь сольный эпизод, чтобы немножко отвлечь от инструмента, саксофона. Поэтому все время, конечно, смотришь. Но это не в угоду, как бы, публике, а, с другой стороны, и в угоду тоже. Но для диалога нужно ответить на две стороны. Конечно. А что такое для вас любовь? Я не про личную жизнь. Я понимаю. Любовь, любовь, любовь. Это и понятия говорят нам о многом. Вроде образцовский этот, необыкновенный концерт. Да, конечно. Что такое для меня любовь? Ну, как бы, ну... Мне это все. Любовь – это все. Я желаю вам, чтобы у вас было много в жизни любви, много импровизации, импровизации в жизни, в творчестве, чтобы это всегда было успешно. И приезжайте к нам почаще, мы очень любим вас. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное.